ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД подвела предварительные итоги своей работы в прошлом году, сообщает издание Колеса.ру. По данным ведомства, в 2017-м на дорогах страны погибли 18979 человек. Сокращение по сравнению с 2016-м на 6,5%. Настолько же уменьшилось число пьяных водителей – 15792 гражданина. Госавтоинспекторы отметили, что с каждым годом сообщающих о нетрезвых автомобилистах россиян становится больше. ТРАССА СТО ОДИН Вольксваген будет продавать в нашей стране еще один внедорожник – Тирамонт. В США он называется Атлас. В модельном ряду немецкой компании новинка расположится между Тигуаном и Туарегом. Технические характеристики, цена и прочие нюансы пока неизвестны. В Америке авто оснащается либо двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 235 лошадей, либо 276-сильным атмосферником объемом почти 4 литра. ТРАССА СТО ОДИН Начались продажи обновленного Kia Sorento Prime. Кроссовер стоит минимум 1 миллион 849 тысяч 900 рублей. Базовая версия оснащается бензиновым мотором объемом 2,4 литра, мощностью 188 лошадей и шестиступенчатым автоматом. У топовой модификации под капотом размещен шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом 3,5, мощностью 249 лошадиных сил. Есть и третий вариант силового агрегата – дизельный, 200-сильный, объемом 2,2 литра. Привод либо передний, либо полный. Количество мест в салоне – 5 или 7. ТРАССА СТО ОДИН Самым покупаемым в России пикапом, новым, в прошлом году впервые стал отечественный автомобиль – УАЗ Пикап. Цены на него сейчас начинаются от 699 тысяч рублей. Вторую строчку по данным агентства «Автостад» занял Toyota Hilux со стартовым ценником 2 миллиона 115 тысяч. На третьем месте – Mitsubishi L200 – минимум 1 миллион 629 тысяч рублей. Одна из голландских компаний в скором времени представит серийную версию летающего автомобиля. Трехколесная машина, получившая название Liberty, оснащена двумя авиационными двигателями. Максимальная скорость полета – 160 километров в час. То же самое по земле. Дальность полета – 500 километров. По предварительным данным, авто будет стоить от 400 тысяч долларов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТООДИН